Всем привет на канале AllDagements. Сегодня у нас с вами будет тема политики в нашем регионе, в частности в городе Регенсбург. Мне как свободному журналисту время от времени можно посещать заседание городского совета, в которое входит практически все то количество партий, которые у нас существуют здесь в Германии. Это и партия ХДС, ХСС, свободные демократы, зеленые, либералы и так далее. Естественно от количества получаемых голосов на выборах эти партии получают соответственное количество мест в Горсовете. Так вот, один вопрос мне там понравился, он был затронут на повестке дня и мне хотелось бы этим вопросом поделиться с вами. И указать, особенно тем, кто живет здесь в Германии и все еще импонирует партией зеленых, указать на то, кто такие представители партии зеленых и как они себя ведут. Значит, о чем была тема? У нас в городе, как и в любом другом городе, на привокзальной площади собираются наркоманы. Это бич города, это непрезентабельно для туристов, приезжающих при помощи поездов и автобусов к нам в город. Это опасно для детей, для женщин, потому что наркоман в состоянии агрессии способен на все, и он не понимает, что он делает. Это как состояние аффекта. Так вот, зеленые требовали, чтобы ежегодно только на одни одноразовые шприцы наш город выделял больше денежных средств, чем он выделяет сейчас. То есть, чтобы вы были в курсе, ежегодно у нас тратится примерно около 30 тысяч евро на вот этих вот наркоманов, на закупку одноразовых шприцов. Для чего? Чтобы они, каждый пользовался своим шприцом, чтобы не передавали шприц друг дружке, не переносили всяческие заболевания и более-менее следили как бы за своей гигиеной, скажем так. Но помимо этих шприцов покупается еще аскорбиновая кислота, покупается минеральная вода, покупается обычная стерильная вода, покупаются различные перевязочные элементы, всяческие медикаменты, это тоже дополнительная сумма денег. Так вот, зеленые требовали, чтобы с нового года и желательно даже с этого года начали тратить как можно больше денег на закупку шприцов. То есть, если до этого года тратилось 30 тысяч, то с этого года нужно тратить 35, а то и 40 тысяч евро в год на закупку шприцов. А вот теперь смотрите, почему зеленые так ратуют за вот эту вот акцию, за вот эту вот покупку всех этих средств для наркоманов. У нас в городе зарегистрировано 1140 наркоманов, зарегистрировано. Может кто-то где-то покуривает, шмаль или еще что-нибудь, это неизвестно. Но на вокзале собирается уйма вот этого вот, скажем так, сброда, нормальными людьми их не назовешь, это именно сброд, что бы вы мне там ни говорили. И зеленые, наоборот, поощряют вот этих вот наркоманов тем, что закупают для них легкую наркоту, требуют, чтобы закупали легкую наркоту, потому что в основном там все сидят на героине. А как вы знаете, человек, севший на героин, живет максимум 5 лет с первого укола до последнего дыхания. Максимум 5 лет ему жизни. Неважно, молодой он или старый. И зеленые требуют, чтобы тратили как можно больше денег на это, чтобы поддерживать чистоту, поддерживать гигиену. И тут один товарищ от партии ХСС, ЦСУ, выступил с противоположным предложением от зеленых. Он сказал, вы знаете, для чего тратить вот такие огромнейшие суммы денег, ежегодно поощряя таким образом наркоманию. Мы ведь никак над этим не работаем. Есть психологи, есть врачи, которые приходят с ними, разговаривают, кого-то уговаривают отправиться в клинику на лечение и так далее. Но это буквально единицы. Если зарегистрировано 1140 человек, то из них, может быть, один-два все-таки согласятся, если у них проблески разума еще в голове какие-то остались, могут согласиться на лечение. И вот этот представитель от партии ЦСУ сказал следующее. А что, если мы проведем акцию, пробную акцию, и скажем всем этим наркоманам, что если они будут посещать библиотеку раз в день или два раза в неделю, зарегистрировавшись по специальной программе, приходя в библиотеку хотя бы на один час, даже не важно, будут ли они читать книги, будут ли они читать газеты, просто будут сидеть смотреть на людей, этот час они будут регистрироваться в специальной программе, в специальном компьютерном приложении, и в конце месяца они будут получать карманными деньгами 20 евро. Конечно, это деньги небольшие, но для таких наркоманов, как эти, это вполне реальная сумма, на которую можно купить и алкоголь, и сигареты. Может быть, еще что-нибудь, не знаю. Довольно-таки интересное предложение. Вся фракция зеленых, как говорили раньше, взоржала в голос. Почему? Потому что они посчитали это сумасбродным решением, сумасбродным предложением, мол, типа, никто на это не пойдет. А этот представитель говорит дальше. Вы знаете, если из этой тысячи с лишним человек за год даже 10 человек одумаются и добровольно согласятся на лечение, чтобы избавиться от наркозависимости, это будет огромнейшая победа. Да, мы тратим больше денег в три, а то и в четыре раза на вот это вот, на получение, ну, на заказ этой программы, на привлечение вот этих вот людей, наркоманов, к общественной жизни, пускай даже таким способом. Мы будем тратить деньги на то, чтобы давать им вот эти вот карманные ежемесячно, и тоже, ведь пойдут же не все. Мы, говорит, сэкономим намного больше, чем потратим. Потому что, и вот тут меня удивил один момент в словах этого представителя от партии ЦСУ. Он сказал то же самое, что говорили когда-то у нас в Советском Союзе. Он сказал, здоровье народа, богатство страны, совсем не деньги. И если наша нация будет здоровая и умная, мы сможем достичь намного больших успехов в развитии науки и промышленности, чем если мы будем поощрять наркоманов, создавая из этого, из этой прослойки общества, управляемых овец и баранов, которым можно будет прийти и сказать, мы вам дадим больше шприцов и больше героина, только отдайте голоса за нас на выборах. Что именно добиваются зеленые? Они разными путями поощряют наркоманию, поощряют педофилию, поощряют всяких насильников. Вы мне не верите? Пожалуйста. Недавно зеленые пробили через Бундестаг на официальном уровне закон, который уже не предписывает уголовного наказания педофилам и распространителям детской порнографии, а всего лишь легкий денежный штраф. То есть мотивируется это тем, что у этих педофилов и вот этих вот извращенцев есть свои взгляды на жизнь, и они иначе смотрят на окружающий мир, и их нужно понимать, с их мнением тоже нужно считаться. Вот что требовали зеленые, и они этого добились. Дальше будет больше. Если люди не опомнятся, и все еще будут, как какие-то зомби, избирать зеленых на следующих выборах в Бундестаг или на региональных выборах, то от нации в ближайшем будущем, лет через 20-30, действительно ничего не останется. Тут будут бегать афганцы, сирийцы, ливийцы, Уганда или еще кто-нибудь, будут резать друг друга, будут избивать друг друга, и на улицу будет страшно выйти. У нас, например, вот есть две улицы в городе, на одной улице в квартирах живут наркоманы, по этой улице вечером ужасно страшно проходить, там постоянно дежурит полиция, и есть лагерь для вот этих вот мигрантов, не беженцев, а именно мигрантов. Там живет вся Африка. Вокруг этого лагеря полным-полно шприцов, использованных от наркотиков. Там есть охрана, у многих там есть семьи, дети, и вот эти вот дети маленькие гуляют среди этого мусора, среди этой гадости, вот этих шприцов и этих игл. Это не то, что такое вот лояльное отношение населения или правительства к вот этим мигрантам. Это недопустимая политика партии зеленых, в первую очередь, всяческими правдами и неправдами, добившихся соправительственных ролей у нас в государстве. То есть они всеми правдами и неправдами влезли в правительство, влезли в министерские кресла и теперь несут такой сброд, такую чушь, что просто диву даешься, как у нас люди до сих пор еще не вышли с оружием на улицы и не посносили нафиг весь этот Бундестаг со всем этим правительством. Когда приезжал Зеленский, вокруг Бундестага в два кольца стояла бронетехника, стояли полицейские, людей не пропускали. Многие министры, многие политики и люди говорят, что Зеленский уже не президент Украины, Зеленский президент войны. Он приезжал просить денег, приезжал просить вооружения и приезжал говорить о том, чтобы он готов идти на мирные переговоры с Россией, только в том случае, если еще немецкие войска вступят в эту войну с Россией на территорию Украины. Вот что он приезжал просить, вот что он хотел. И Зеленые его в этом отношении полностью поддерживают. Это партия, в программе которых написано запрет экспорта оружия в горячие точки планеты. Видите, какие двойные стандарты у партии Зеленых? То же самое сейчас происходит везде. И вот в частности у нас в регионе, у нас в городе, вот этот лагерь с этими беженцами, у нас несколько лагерей, по-моему, три основных больших, и где-то, может быть, есть еще один, по-моему, небольшой, маленький. Так вот, в одном из этих трех живет вся Африка, наркоманы. И по вечерам люди там просто-напросто боятся ходить. На соседних улицах они закрывают окна, опускают жалюзи и сидят по домам, потому что Африка веселится, колется наркотиками, режет друг друга, избивают друг друга, и постоянно там находится полиция. Это все благодаря партии зеленых, это все благодаря тому, что в 15-м году госпожа Меркель сказала, приезжайте, мы справимся со всем. Почему она это сказала? Это, скорее всего, после конференции в Станбуле, когда она приехала туда, там был Обама, там собрали все вот эти вот верховные, главнокомандующие, овцами, ведомыми на заклании по всему миру и сказали ей, мы тебе дадим возможности на инвестиции, мы тебе дадим возможности на развитие, на экспорт, на то, на сё, с одним маленьким условием. Открываешь границы для потока мигрантов из Африки, из Афганистана, из Сирии. Что она и сделала. Вот так вот. И когда вот этот вот представитель партии ЦСУ вышел с таким вот предложением привлекать вот этих наркоманов к тому, чтобы они постепенно выходили из этого состояния, посещали библиотеку, смешно, вам смешно, а кому-то нет. Чтобы они посещали библиотеку хотя бы два раза в неделю, по одному часу, неважно, будут они читать книги или газеты, или просто сидеть. За это им будет даваться раз в месяц карманных денег 20 евро. Деньги небольшие, но если пересмотреть в перерасчёте на то, что из этой тысячи с лишним наркоманов, хотя бы, как я уже говорил в начале, 10 человек, хотя бы 10 человек в течение определенного времени одумаются и придут сами на лечение от наркозависимости, это будет огромнейшая победа и провал зелёных. Именно так это и рассматривается. Как будет дальше эти дела? Не знаю. Вопрос рассматривали, ставили на голосование, на предварительное голосование. Зелёные, естественно, выступили против, потому что они хотят, что чем больше будет вокруг них безумных, глупых людей, которыми можно управлять как простыми зомби или как простыми идиотами, то намного проще будет прийти таким вот партиям, как Зелёные или вот эти вот ЛГБТ, к власти. Мне кто-то, кстати, в одном из комментариев написал, почему я так резко отзываюсь о сообществе ЛГБТ, когда я сказал, что в Европарламенте к власти пришли либералисты. Я сказал, не либерасты, это те, которые с радужными флажками сказал, пусть они тусуются в клубе «Голубая устрица». И мне кто-то сказал, на каком, мол, основании я оскорбляю сообщества ЛГБТ. Ни в коем случае, я их не оскорбляю. Человек, который это написал, наверное, не видел фильм «Полицейская академия». Советую ему посмотреть этот фильм. Это интересная комедия. И «Клуб «Голубая устрица»» там тоже есть в этом фильме. Юморной фильм, интересный. А вот у человека проблемы с чувством юмора. В общем, такие вот у меня сегодня были новости для вас. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, лайк, колокольчик, комментарий. Ну и оставайтесь нам здоровы. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok